Аким Актюбинской области Бердебек Сапарбаев посетил выставку, на которой была представлена продукция, производимая местными товаропроизводителями. Поговорил с предпринимателями, ознакомился с показателями производительности труда в сельском хозяйстве. Так, например, в Алгинском районе существует более 400 христианских хозяйств. Из них более 200 занимаются животноводством. Остальная часть – растениеводство. Весной было дождливо, поздно мы вышли, а после этого сухо, жарко было, поэтому все мы получили с гектара 1,5-2 см. Это мало, это нам не выгодно. Теперь крестьянские хозяйства уже начали заниматься животноводством, потому что они сейчас кормовые культуры. Крестьянское хозяйство «Актеп» в этом году отправило на экспорт более 300 тонн мяса. А то парижская коммуна, занимающаяся свиноводством, 1200 тонн свинины в другие города Казахстана и в соседнюю Россию. Предприниматели из Алгинского района также занимаются и реализацией козьего молока. В прошлом году я получил государственный грант по инновации – 3 миллиона тенге. В Челябинской области приобрел коз заанинской породы. И вот с прошлого года, а вот с этого года мы доим коз. Я привез аппарат из Самары. Аппаратом доим. У нас летом было 40 литров молока где-то. Реализовывали через поисковики «Яндекс», «Гугл». Делали доставку на дом молоко. Во время своего выступления глава Актепинской области Бердебек Сапарбаев отметил, что государство активно оказывает помощь в развитии сельского хозяйства. Так, за 10 месяцев в нашей области были выделены субсидии в размере более 5 миллиардов тенге. Также было отмечено, что плодородие нашей земли и водные ресурсы дают возможность полностью обеспечить себя продовольственными товарами, а также экспортировать их, однако по факту этого нет. В советское время площадь просы была около 100 тысяч гектаров. В этот истекший год мы посеяли просы всего на 5 тысяч гектаров. Картофель мы посеяли, по-моему, на 5 или на 6 тысяч гектаров. Овощей посеяли на 2 тысячи гектаров. Что это такое? Я вот все время задаю вопрос своим коллегам, что изменилось. Земля изменилась, вода, климат, почва почти не изменилась. Единственное, не хватает хороших рук, хорошей технологии и, конечно, соответствующий уход за почвой или за землей. Также было отмечено, что у нас есть возможность обеспечить нашу область продовольственными товарами на 100%. Однако на сегодняшний день этот показатель держится на уровне 75%. В будущем планируется в каждом районе создать собственные перерабатывающие предприятия по мясной и молочной продукции. Айшат Абрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». Абрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт».